Встреча с руководителями предприятия началась с поздравления с юбилеем управляющего директора Москокса Сергея Билана. А затем слово взял временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Аваренов. Наши предприятия – это рабочие места. Это, естественно, и доходы муниципалитета. Здесь никто не скрывает себя, все это прекрасно понимают. Поэтому наша задача, чтобы вы не только ни в коем случае не думали о каком-то закрытии, сокращении и так далее, а чтобы вы думали о том, как расширяться. На встрече руководители предприятий смогли задать свои вопросы и рассказать о проблемах, в решении которых руководство муниципалитетом может помочь. Металлисты, дом 14. Там огромная свалка, туда просто свозили все. Сейчас вся ливневка, все, что там есть у нас, будет идти к нам на предприятие. Потому что это ужасная тема. Конечно, можно заразиться вот так, а можно оттуда получить все, что можно. Потому что все бытовые отходы. По всем проблемным вопросам, которые мы здесь сегодня услышали, также готовы сейчас включаться. И в ходе объезда депутаты сейчас активно будут включаться в эти мероприятия, чтобы уже на контроль брать какие-то истории, связанные в том числе и с бюджетированием. Кроме того, поговорили о проходящей в муниципалитете вакцинации от коронавируса. Сам Дмитрий Оборенов полгода назад уже сделал прививку и посоветовал всем последовать его примеру. Главный врач УРКБ Бутай Бутаев заверил присутствующих, что мобильные бригады готовы выехать на предприятие для вакцинации коллективов. Это достаточно хороший признак того, что нет осложнений, поэтому можно этого и не бояться. Можно, конечно, думать, мы слышим от людей то, что они там ждут какую-то другую прививку, то и пивак, то еще какую-то. Но есть ли смысл ждать какую-то, тогда есть та, которая работает в каком-то муниципе. В конце встречи Дмитрий Оборенов сказал, что в ближайшее время планирует посетить каждое предприятие отдельно, чтобы познакомиться с коллективом, спецификой производства, обсудить проблемы, если они есть, и возможности их решения. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.